Благо сломи, Души, моя Господа, Благо сломи, если Господи, Благо сломи, Души, моя Господа, И вся мудрения моя, и святой Его. Здравствуйте, дорогие телезрители! И, восьмого июля, в этом году это будет воскресный день, мы будем прославлять, молительно обращаться за помощью к святым благоверным князьям Петру и Февроне, муровским четворцам, потому что знаем, что они помогают молодым создать настоящую православную, крепкую семью, а тем, у которых семья и тоже есть, они оказывают помощь сохранить, сохранить эту семью. И не случайно, что к этому дню приурочен и государственный праздник, день семьи, любви и верности. Тут такое прекрасное сочетание единомыслия, некоторая симфония церкви и власти. Так вот, мало кто знает, что когда велась работа над этим праздником, думали, как правильнее назвать этот праздник. Какое слово должно быть первым? Либо праздник семьи, любви и верности, как он сейчас называется, либо любви, семьи и верности. Вот если бы я был в числе тех, кто обсуждал этот вопрос, я бы, наверное, стоял на стороне тех, которые бы говорили о любви, семье и верности, потому что любовь, вроде как бы, главная. Но по размыслию, вот сейчас я считаю, что получилось тоже очень хорошо. День семьи, любви и верности. В этом случае любовь стоит в центре этого словосочетания. Оно является как бы таким связующим камнем, краеугольным камнем, без которого ни семьи, ни верности. То есть любовь стоит в центре. И это очень правильно. Но, к сожалению, в наше время слово «любовь» оно эксплуатируется очень часто неправильно. Многие люди могут... Нет, назовут, что такое любовь, но будет ли это определение правильным, это вопрос. Это вопрос. В свое время, я уже, по-моему, о том как-то говорил, что когда я еще буду еще в школьнике, мне тоже такой вопрос задали. В школе еще. Что такое любовь? И тогда я ответил, что никто не знает, что такое любовь, но каждый узнает ее, когда она к нему приходит. Я не знаю, это не мое определение. Где-то я там вычитал, где-то там узнал. Но оно мне понравилось, что никто не знает, но каждый узнает. Но сейчас я потом подумал, ну как же так вот? Никто не знает, а потом ее узнает. Если вот ребенок, он знает свою маму, к нему любая тетя подойдет красивая, пусть даже с конфеткой, но он все равно знает, где мама. Потому что он знает признаки, как, на кого, где мама-то. Он понимает. А любовь? Как ее узнаешь, когда никто ее не знает, и вдруг ее узнает? Это, конечно, вопрос. Это вопрос. Другое препятствие, как Священное Писание нам говорит, что и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Второе препятствие. Не знать, что такое любовь, или думать, что знать, что такое любовь. А тут она еще по причине умножения беззакония она вообще охладевает. Ну тогда получается, что создать нормальную семью, это дело бесполезное, никто не знает, и она еще и охладевает эту любовь. Но Господь не оставляет нас. Не оставляет нас. И в Священном Писании мы находим слова, что когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Благодать преизобил... Грех умножился, благодать все равно преизобилует. Это как солнце, которое для всех. и без которого никак. Это как воздух, который для всех, и без него никак. Это как земля, которая для всех, и без нее никак. Ну что касается солнца, воздуха, земли, это понятно. А вот то, что везде благодать, которая преизобилует над грехом, и это вообще мало кто понимает и чувствует, и не прибегает к этой благодати. А тем не менее, благодать дает нам определение, основные, как бы, признаки любви, которые записаны в словах, но многие могут их и не знать, но они, по Божьей благодати, они находятся, должны находиться, и находятся где-то и в сердце, в душе, и в разуме. Но не сразу там отыскивается. Так вот, признаки такие. Апостол нам говорит, что любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот те признаки, по которым можно определить, это любовь, наши чувства, или это не любовь, это какой-то муляж. Вот с этим хотелось бы рассказать несколько притч, чтобы лучше понять тему семьи, любви и верности. У одного крестьянина, который строит дом, возникла необходимость доску, вот ему для строительства нужна была доска. Он пошел в лес, чтобы найти подходящее дерево для доски. Приходит в лес и видит два дерева. Одно дерево, стройное, такое, ровное, красивое, привлекательное, как раз для доски. А другое рядом с ним, ну, не такое ровное, не такое, где-то сучковатое, где-то неровное. Он сначала подошел к этому стройному дереву, повнимательнее присмотрелся и заметил, что там гниль. Дерево поражено гнилью, это красивое. А второе дерево, древесина внутри, хорошее. И он взял именно это второе. Говорит, я потружусь, но зато получится то, что надо, крепкое. Внешность, видите, не обманула человека, он посмотрел, что внутри. Другая притча, которая где-то похожа на первую. Один молодой человек женился. Приходит к старцу, видимо, к самодуховному отцу и говорит, я женился. Ну, старец порадовался за него, говорит, ну, живите, мир вам да любовь. А потом спросил, наверное, красивую взял. Он говорит, да, очень красивая у меня жена. Старец говорит, эх, не будет тебе наград от Бога. Надо бы тебе некрасивую взять. Потому что красивые, они привлекательные, а вот у некрасивых чаще, чаще душа более чистая. Хотя, конечно, мы знаем примеры из Священного Писания и из жизни, что красивыми были и Татьяна, и Варвара, и Екатерина, но это очень редкое сочетание красоты внешней и красоты внутренней. Да, и в притчах Соломона читаем, что миловидность обманчива, и красота суетна. «Жена же, боящаяся Бога, достойна хвалы». И в заключении еще одна притча, также на семейную тему. Женщина возвращается домой и видит, далеко от дома сидят три старца. Она подумала, хорошо бы их пригласить в дом, накормить, чтобы они отдохнули, и что-то в дорогу дать. она подходит к ним и говорит, проходите ко мне в дом. Они спрашивают, а у тебя муж дома? Она говорит, нет, еще не вернулся с работы. Он говорит, придется работать тогда у него спроси. Ну, жена согласилась, зашла в дом. Через какое-то время приходит муж, она спрашивает у нее, ты видел старца, что там недалеко от дома? Она говорит, видела, ну что? Да вот хорошо бы, говорит, их в дом пригласить, встретить, накормить, приветить. Он говорит, ну пожалуйста, приглашай. Она вышла и говорит, проходите. Муж не против, муж приглашает. Она говорит, мы все не пойдем, пойдет только один. Кого выберете? Вот среди нас есть богатство, удача и любовь. Кого-то одного выбираете. Женщина вернулась, к мужу спрашивает, ну они втроем не пойдут, только вот либо богатство, либо удача, либо любовь. Муж говорит, да давай богатство. Богатство, тут же все ясно, что тут объяснять-то. жена говорит, а удача, чем хуже удача? Удача тоже хорошо, когда удачно все получается. И тут приходит дочка, девочка и говорит, давайте пригласим любовь. Ну и все согласились. Любовь. Жена выходит и говорит, мы приглашаем любовь. И тут стоят три старца и все вместе идут. Она говорит, я же пригласил только любовь. На что старцы ответили, кто приглашает любовь, то вслед за любовью в дом идет и богатство и удача. Вот дай Бог, чтобы в наших семьях царила любовь и тогда будет все необходимое. Как говорит Господь, если и течет богатство, не прилагайте сердце. Господь будет управлять так, как мы с вами может быть даже и мечтать не можем. Всего вам самого доброго. Господа, ведь вся внутренне мое имя святого его, глоботство бедны сито Субтитры создавал DimaTorzok